Америка Спутник это платформа, на которой лучшая вакцина мира была сделана Эбол В Африке на этой базе это было сделано Но еще очень интересно работает федеральное агентство по микробиологии Они работают на базе предприятий и лабораторий Петербурга Там главная лаборатория, которая делает вакцину от гриппа Давай почитайте, коронавирус есть вообще или нет? Коронавирус, ну как же Или это все... Нет, почему, есть Сейчас вот кентавр новый, омикрон привезли Есть, очень же высокая смертность Я сделала 4 прививки уже, нет, 3 3 прививки через полгода Я не одну и пока Это ваши проблемы и я хочу вам сказать Что это, опять же, комплекс неполноценности Семничек Если я ни одной прививки не сделал Что вы к этому относитесь так? Ну просто я на данный момент, фу-фу-фу, пока что решил воздержаться Вот, и кому вы говорите профессионалу воздержаться, у вас внутренняя мотивация Вот моя бывшая секретарь Жила здесь в Москве у сына Сына ученой, лабораторией Ехала к себе домой И пока ехала, подхватила коронавирус Так тяжело болела, но главное не это Теперь она мне звонит и говорит Я ведь задыхаюсь, не могу спать Осложнение? Конечно, самое главное коронавирус это осложнение Вот сегодня я разговаривала с соседом, слесарем Юрий Иванович, милейший человек, он мне всегда помогает И у нас горячую воду включили У меня полотенцесушитель почему-то там восемь собирается Ну где-то подо мной или еще где-то Я его приглашала Так он мне всегда делал Сегодня я встретила так робко Я говорю, Юрий Иванович, я могу Он переболел коронавирусом У него лёгки, часть лёгков переросла к ребру Тяжелейшая была операция С травмами Высокий мужик такой, сильный Вот Он даже не одна-три операции выделал Не захотел делать лёгки Но я верю ученым, потому что я много с ними общалась Вот И Вот микробиологическое Это федеральное агентство Там молодёжь работает Мне так нравится Я их работой читаю Они, во-первых, изобрели одно из лучших лекарств Против коронавируса в мире И они новую вакцину И сейчас А сколько детей болело? Вот А знаете, какие осложнения? Их не будет Часто Если бы А почему мы Хорошо сработали? Потому что У нас Советского времени Сохранилась хорошая санитарная служба Вот я вспоминаю Вы об этом тоже не думаете Ну Когда Закончилась война У нас в стране В Союзе Появился полиомирит Его привезли из Японии Знаете, как это было тяжело? Это Поражались органы Движения А я видел, да В интернете Фотографии Вот Ну Полиомирит Сделали прививку К счастью Теперь я была Длительной командировке Три месяца На кафедре психологии В Горьком тогда И вдруг Значит Холера Из Института Холеры В Элисте Ехали по камне Я помню Нам всем делали прививку Причем Очень интересно Впрыскивали Это санитарная служба Это было советское время Тоже Поэтому То, что люди Выступают И так далее Профессиональное Называют Это комплексом Полноценности Потому что Люди Не хотят Быть как все Не хочу верить Государству Как можно Принять идею Двойников Путина Ну что смеяться Че смеяться У Путина есть голос Мини Жесты Взгляды Все У него есть Некоторые жесты Я пытаюсь Вот каждый раз В разных ситуациях Он эти жесты проявляет Или у нас Глава института Атомной Энергии У него привычка Он очень умный Я люблю По культуре Иногда Утром Бывает По воскресеньям У него привычка Вот так руками Или вот так Это говорит Он не молодой Это говорит о том Что он Поставил задачу Он выполняет Вот У него помогает И так далее У кого-то Поворот головы У кого-то Почесание У кого-то вот так Вот Поэтому Это же институт Атомной энергии Сейчас Вот Путин умный Он понял Какой там коллектив Сейчас И как он поднял Генетику Вы не изучали А я изучала Генетику Дисциплину Начиная с Любинина Главного генетика У нас И сейчас Такой Класс Генетических Исследований Потому что Когда разговор О микробиологии Зашел Тогда У нас Они конечно Тоже есть Если бы не Путин Что бы Рядом с Олма-Ата Город Тарас Там родственник живет Брат двоего Брат двоего В 85 лет Там главный был Вот Я сколько раз Говорила У него дочь Там Взять Внуки Сын Сын давно Работает В России Чего вы не едете В России Но ты откуда У тебя В этом поселке Полно закрытых квартир Старики Умерли Люди Уехали Ну ездят Дешевые Железная дорога Через Каму Построили новый мост До аэропорта 60 километров О чем думать Новая школа В поселке Ничего Неохота И мы Когда начались Эти события Ни телефон Ни интернет Мы не могли понять Жила или нет Буквально Вот только Несколько месяцев Прошло Я случайно Позвонила И дочь Плетела Учебники Сола Сольские Которые Ненавидят Россию Казахстан Не по-российски Учебникам Школа На улицах Казахское Название Русская И английская Каждая Украина Не хотят отказаться От русского языка Так вот И получили Комбинацию С двух пальцев Вот Еще Путин Не развернулся И посмотрите Понравилось Казахстану Что Шесть часов Понадобилось Чтобы привести В порядок Что бы с ними Было А ничего Лично Дочь Этого президента Старого Но салтана Бессовестная Ее в швейцарском банке Поймали По ложным документам И она плала 350 миллионов У нее Значит Парижем Замок Внук Учится В Лондоне Но Бестолково Родственник По-казахски Сидели Везде Вот родственник Это мой брат Он работал На фосфорном заводе Который продали Американцы У них же Урановые рудники У них же Золото есть То есть Страна-то богата Извините Север-то Казахстана Это наша целинная земля Никогда Не было Казахстана Страны Вот Поэтому Да Трудно Если подумать Какую задачу Но я всегда Вот наблюдаю За Путиным Думаю Господи Он Потому что Я сама была такая Чтобы ставить Пет колец Свой Лучшим Я вам должна Так сказать Лауреат Государный Клину У меня есть Грамота Президента Я была делегатом Последнего Съезда Учителей В 88-м году Заслуженная Учительница Ветеран Союза Труда По общению Очень чувствуется Что Так я так же Работала Я уходила Так Немного Сейчас Грамотных Людей Понимаете Вы старого Поколения Просто Нет Среди Молодого Есть Вы просто В другом Слое Вот так И Что интересно Вот когда Мне говорили Учителя Ой Все-таки Какой у вас Хороший характер Вы не сердитесь Я сердилась Об этом Никто не знал Но Женщины Воспитывают Мужчины Какие мужчины Такие женщины Муж Муж был у меня Старше На 14 лет Когда я уходила Раньше его Немножко И Ему могла Сказать Ты знаешь Вот 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 Он Такой Остроумный Человек Он мне Говорил Ты же умница Ты же красавица Как умница Красавица Плохо себя Поведет А как он Сделал себя Началась война Ему было 14 лет Он на ящике Всю войну Стонка Простоял Вечернюю школу Закончил Поступил В институт Он говорит Знаешь Университет В Казани Я не умер С голоду Потому что Мы разгружали Вагон И нам давали По 5 килограмм Муки Мы ее Заваривали Кипятком И ели Но это Не это даже А меня поражало Немецкий Свободный Если мы Раздавались Он мне писал Письма А я человек Громотный Я ему Отвечала Я проверяла Не дай бог Ошибку Кроме того Вот это Как сказать Подростковость Когда он Простоял На ящике Она у него Сохранилась В возрастном состоянии И необычайно Серьезный Образованный Человек Был иногда Мальчишки Живущины Вообще До старости Пацаны Есть такое И в нем Вот это Пацанское Проявлялось Оно проявлялось По отношению Ко мне Чтобы Мне было Хорошо Он сделал Меня Но я же Понимала Самое главное Надо еще Своего Мужчину Уважать Я его Уважала Он это Знал Вот И таким Образом Мы Жизнь Учились И сейчас Такие люди Есть Вот даже Я говорю В доме Идут Молодые Дверь Но по правилам Культуры Ты не должен Дверь отпускать Ты должен Пропустить Закрывать Во-первых Они говорят О том Что пропустить Еще женщины Ну женщины Да Я имею ввиду Что Но есть Ребята Молодые Я всегда Их хвалю Есть И много У меня был Очень тяжелый Пианист Но великолепный Роджировщик Хороший Пианист На уроке Опаздывал Не приходил Журнал Плохо заполнял Но он мог прийти Сказать Как у вас Со временем Мы шли В зал Хореографии У нас там был Старинный район Потому что Здание Вышло Район Реального Училища И я нашла Настойщика Он сделал нам Рояль Он закрывал Ставил мне стой Я сидела А он мне час играл А я себе Только говорила За это можно И потерпеть За это можно И потерпеть А вы же преподаватель Я преподаватель Секландия Я должен Секландия Секландия А где Преподавали Преподавали Где Город Сарапу 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 А Сарапу На берегу Каму Старинный город Приехали Сюда Приехали Так Хочу сказать Что Это Перевоспитание У меня дочь Живет В Москве Очень Вангрию Очень Четыре языка Вангрию Человеческий Курс Самоангрийский Слава И А как позаботать Мне Нет Меня Именно Борисов Меня Ежем Приятно Мое имя Обозначает Бурный поток Бурная вода Ваше имя Да Это Перевод Сатинского Именно Мне дал Твой дед Он был Борисовиком Ленинским Слушав Ленина Поэтому Когда я родилась То имя Должно было быть Чтобы не записано В сердце А почему? Ну Борисовик Ага А церкви Ломали Да? Нет Он не участвовал Он вообще Был Рабочий Но он Кончил Начальное Училище Это как синюетта Он был Образованным Рабочим Когда взяли Как потом Бабушка Гавьевна Имплилистическое Ага Вот В окопах Дедовский Говорил Самокупки Курили Читали Искру Он стал Борисовиком На Тимбранском Локзале В Ленинграде В Питере Он слышал Ленина Он был Настоящий Рабочий Это ваш дед Да Мой дед Папин отец И Надо сказать Что Да Участвовал Гражданское На реке Калья Когда-то Белые 800 Человек Рабочих Борисовиков Может быть И красноармечер В баржу Погрузили Отвезли Вверх По камеру Поставили на Икоря И ее Должны были Затутить У мой дедушка Вот он Командовал Партизанским Отрядом И Армия Азина Они Сумели Эту Баржу Ну как Сказать Отбили И люди Были Сохранены Нет А когда Началась Война У нас Был большой Завод Дедушка Работал Партургом На заводе Вторая Мировая Ну Отечественная Война И Шли Эшелоны С эвакуированием Из Лунграда Из Эстонии Из Латвии Белоруссии Ну Знаете На телегах На Полуторках Везли Эвакуирование И Вот Мой дедушка Был человеком Который Размещал И Чтобы Люди Не голодали В каждом Доме У меня Было Два Года Я помню Рошла В больницу Что У нас Тоже В одной Комнате Жила Семья Из Ленинграда Распахали Землю Люди Дали Семена Огороды Посадили Дедушка Загов Создал Пасеку В километре От села Я помню У него Была Друковка Такая Каурая Я жутко Я тебя Помню Сделай Пятно И мы Он брал Меня С собой Мы Ездили Помню Что Однажды Ребятишек Посадили Полную Телегу Приехали На пасеку Пасечник Поставил Ядро С колодезной Водой А дедушка Привез Каравай И я Как сейчас Вижу Пасечник Резал И вот Такая Очень жаль Очень жаль Подождите Вы В той Среде Где А я В той Среде Живу И общаюсь Там Где Деньги Не все Решают Понимаете А то Очень хорошо Мой Старший Сын Ему 60 Лет Потому Что У него 82 Значит 82 И мой Сын Историк Философ Но они Живут В селе Потому Что У него Астма Он Когда В мореходке В Таллине Учился Балтика Была Холодная Он Так Простой Три Месяца Болел Воспалением Легких Астма И сейчас Он Живет В деревне Вот Там Такие Сосла Кедры Это Горьи Урала Вот Я Говорю Я Купила Три Пять С Половиной Три Христоматии Всего По 140 Рублей А поскольку Я знаю Учебники Хорошо Я Перелистала И поняла Это Богатство А Сказки Пушкина 500 Сосла Извините Какая Семья Купит Ну Люди Покупают Но Я имею Ввиду Класс Другой Вот Но Часть Людей Понимают И Меня Пригласили В школу Девятый Класс Работать Нет Беседую С С С Миками Ну Кем Будет Что Как Один Мальчик А Мне Родители Купер Бизнес Я Говорю А вы Уверены Что У вас Пойдет Бизнес Никто Не Сказал А Мальчику Лет Сколько Извините Сколько 15 Девятый Класс 15 Он Уже О Бизнесе Друг Ну Семья Не Он А Семья Он Сказал Чем Он Будет Заниматься Что Ему Сказала Семья Я Хочу Сказать Что Семья Завершенная Экономически Не Понимает И Не Готовит Детей И Сидит Парнишечка Такой Я Я Вижу Что Семья Все Гребы А Я Хочу Учиться На Машинист Поезе Я Молодец Дорог Железных Много Работа Будет Только Не Забудь Мастерских Работать Много Надо Потому Что Среди Специальники Учебные Планы Семья 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 Университет Очень Много Практических Занятий И Вот Уже Третий Год 97% Утренников Девятого Класса Идут Десятый Класс А идут Среди Профессиональные Почему Так А потому Что Ты Очень Много Практических Навыков И Ты Все Время Не Получаешь Работу Я Не Говорю А высшее Образование Получишь Онлайн Заочное Самое Главное Старайся Себя Накормишь И Семью Покормишь Вот Когда Я Ушла С работы В 2007 Году У меня Было 65 Склонность Первая Работа Была Всегда Дальше Средние Заработки Два Месяца Отпусть Летняя Причем Где Можно Еще Дополнительно Работать Кроме Того Ушла Ушла Депрят Отпусть Три Года Работу Не Потеряешь И Родители Это Почему Я Смеюсь Вот Опять Потеряли Молодая Семья Столько Рукорези Прочитала Миллионы У меня Мой брат Младший Был Лучший Следователь России Когда-то В Ижевске В лаборатории Калашникова Там убили Трех Человек И Украли Чертежи Мой брат Нашел Открыл Из-за этого Ему было присвоено Звание Автомобиль Ему подарил Ельцин И Звание Потому что Что-то Было Очень Лучше Следовало Там Тридцать Список Был Средневек Россия Так Он Говорил Жадность Фраера Погубит А с того Умый был Человек Тоже Хорошо Образованный Поэтому Когда Обманывают Кого-то Мне не Жаль Мне Противно Жадность Фраера Погубит Ты можешь Быть Состоятельным Человеком Только Ты сам Молодой Работаешь Это Во-первых Во-вторых Когда Так вот Меня Дочь Выкорчевала Сюда Потому что Она решила Она В Москве После Лондона Она Шла С подругой И Значит Бюро ЭКЮ Вы знаете Это Уровень Невестного Развития Кстати Эти тесты Разработаны Невестного Они Зашли И Вдруг Вышел Руководитель И Говорит Первый Раз Вижу Девушку С Таким Расследованием И Сразу Предложили Работать В банке Начальник Отдела Она Мне Звонит Мама Что Делать Она Была В отпуске Потом Вернее Она Собиралась Приехать Кому Ну Я Говорю Я Уже Здесь К сожалению Не Знаю Она Очень Слышно Работала Даже Управляющая Банка Была Временная Но Сейчас Она Увыелась Из-за Ребенка Второе Образование Чтобы Снимать Ребор И Когда Она Уезжала Отдыхать У нее Коль Был В Москве А я Приезжала Потом Мне Говорит Пама Садись Поехали Вот Твоя Квартира Садись Твоя Дочь Пошел И Тогда Она Не Сказала Мне До Этого Она Знает Что Я Не Поет Нет Тогда Себе Закон Тезис Вы Работала Когда Мы Дети Ой Когда Мы Молодые Мы Детей Воспитываем А Когда Мы Старики Дети Нас Воспитывают Надо Быть Хорошо Воспитываем Нас Старичным Но Про Мои Проделки Она Не Знает Коши Какие У вас Проделки Проделки Ну Нарушение Режима Что Я Много Работаю У У меня Сад Я Работаю Тебе Нет Я Саду Работаю В даче А у меня Коби Циты Когда Я Училась Хорошо Помню Что Седьмой Класс Нас Учили Фронтовики И У нас Был Биолог Ботанику Биологию Вел Высший Фронтовик Он был Ранен Но Он Фанат Сада Мы Посадили Сад Он Нас Учил Делать Приивки Вообще Меня Учили Учили Фронтовики Это Были Очень Образованные Серьезные Интеллигентные Люди Вот А потом Сделали Я Прилюбила Садовое Дело Сделали Тир Тоже Был Шронтовик Три Пози Это Из трех Позиции Лежа С коленом И стоя Я Хорошо Стоя Стреляла Зрение У меня Было Хорошее Нервы Так Оружие Лежало Были деревянные Вот такие Шкафы А Замочек Можно было Гвоздиком Официть Вот так Вот А потом Когда я Уже Приучилищ А потом Колец Работала У нас Был Тир Каменный Мешок Но Потом Все Равно Сдали Все Оружие Вот Потому Что 90 Годы Все Перевернули 90 Да Сейчас Говорят Вторые 90 Можно Сказать Даже Хуже Как Вы Вообще С этим Согласны Нет С Хуже Да Как Не Стыдно Или Лучше Вы Не Говорят Люди Говорят Неграмотные Есть Люди Которые Вот Я вам Как Профессионал Хочу Сказать Я Тоже Клинический Психолог Извините Вторые 90 Ничего Подобного Что Такое 90 Зарплаты Не было Чтобы Кормить Коллектив Директору Хлебокомбината Я договорилась Хлеб Нам Возили По списку И еще К счастью Макароны И еще Крупу Пшеничную А О чем Вы говорите 90-е годы Закплаты Не было Пенсии Не было Вот так То есть Сейчас Намного Лучше Живешь О чем Разговор Я Пошла В магазин Сейчас Иду И себе Программу Составляю Я Понимаю Откуда Я Говорю Я Ахнула Баба И Заня Кому Задю Кому Она Может Понравиться Мужики Идут Вот Все С такими Животами Молодые Мужины Это же Сквозь И рядом Пивное Животное Не только Пивное Обжорство Я наблюдаю Как Это моя Профессия В атаке Много Всего И тут Голодные Правила Есть Идем Могозин Сыты Сосать Себе Список Люди Набирают Как Кто-то Да Не поэтому Это комплекс Неполгоценности Который Заедают Едой Разрешают Детям Бегать Вдоль И Брать Даже Не знаю Какое Качество Этого Йогурта Этого Ширка Или еще Что-то Это Бескультуре Массовое Это делают Родители Это Во-первых Во-вторых Перестали Женщины Готовить И они Стали Полуфабрикатами Польше Теперь Извините Мне 90-е Годы Были Ножки Буша А сейчас Посмотрите Какой Выбор Всего И я Смотрю Вот Люди Смотрят Такие Пакеты Покупают Сосисок Ну Явно Что Они Плохого Качи И И поэтому Кстати Меня воспитывала Бабушка Дворяна С одной стороны У меня Дедушка Был Большевик А мамин Отец Владел Заводами На Урале Они Отступали С Колчаком Потом Когда Начался Вернулись Я Историю Семьи Изучала И записала Вернулись Обратно Но Правда Заводы Отобрали Но У Дедушки Были Еще Поля Коноплю Или Делали Олифу Это Сейчас Курят А тогда Олиф Делали Была Пасека Была Мельница А Бабушка Была Очень Красивая У нас Женщины В роду Все Были Красивые Бабушка Была Очень Красивая Но Беспреданица Сирота И Воспитывалась В пансионе Для дворянских Девиц И У меня Даже Был Педагогический Класс Чтобы Работать В семье Гувернанкой А Ее Взял Дядя Пермен Владел Гостиницей И Туда Заводки Уральские Приезжали А Поскольку Бабушка Была Редкой Красоты Дедушка Ее Нашел Он Был Гдовец И Был Старство Ее Она Говорит А мне Что Оставалось Делать И Говорит Когда Была Свадьба Раньше Как Завод У Рабочих Были Дома Земля Сзади Надел Для того Чтобы Сено И Держали Скотину И Был Храм И В этот День Конечно Все Рабочие Отдых Был Праздник И Все Стояли Вдоль Дороги Когда Везли На Венчание Бабушка Говорил Ой Да Тот же Назем Да Издалека Везем Вот Поэтому Что Удивительно Для Дворянки Во-первых Дедушка Ну Чем Она Занималась Детей Рожала Ну Дедушка И Выписывал Французские Книги Литературу И Мы Меня В 5 лет Научили Читать Так Что И Чему Научили Вот Бабушка Дворянка Жена Крупного Заводчика Это Огромный Алюминиевый Комбинат Теперь Она Рассказывала Раз в неделю Приходила Ключница Составляли Меню На Гни Такие Где Были Ограничения И Ключница Выдавала Продукты Это Было У нас Всегда Я Не Могу Жить Если Я Не Составлю Себе Меню Особенно С детьми Меню На Неделю Я Знаю Что У меня Будет Суббот Что У меня Будет Воскресенье Какие Продукты Мне Понадобятся Я Говорю Вот Мне Заказывают Такой Деревенский Суп Потому Что Дочь Уже Современная Готовит А Ем Очень Нравится Этот Там Помидоры Череп Правда Я Режу Пополам Это Кожа Все Вышится Разве Я Купю Как Я Знаю Что Мне Надо Купить Я Иду В Магазин Я Уже Знаю Что Мне Надо Сегодня Вот Так А Мой Отец Очень Интересно Вот Сын Он Единственный Был Дедушка Был Женат На Мещанке Она Рано Умерла И Дедушка Остался Тоже Вдохцом Женился На Молодой Женщине Полтора Года Папе Было Папа Вырос Папа У меня Очень Был Талантливый Образованный Он Закончил Речной Технику В Казани Был Капитаном Лучсом Лоцманом На Каме Волге И я Вот Это Мое Детство Плавали Конечно Ходили Не Плавали Ходили Да Извините Поэтому И Отец Был Такой Остро Умный Человек Скромный Веселый И он Начинал Были Пароходы И на Пассажирском Путейский Белый Пароход Который Фарватер Там Везерус Снарядов Работал Окончил Он Когда Прибились Да И был Мастером Составления Караванов Что такое Караван Это Баржи Собранные А пароход Тянет Или Платовод Это Сверхот Камы Это Очень Все же Я хорошо Помню Эти Бакины Бакинщики Были Они Каждый Вечер Зажигали Бакины Утром На лодках Сейчас Это Все Автоматически Но Никто Не хочет Правила Я так Хорошо Помню Идет Пароход Или Еще Кто-то Значит Отмашку Брат Мой Вырос Вообще Это Мостик И белым флагом Азбукой Морзе Они делают Отмашку А ночью Фонарики Это У капитана Даже На Вот Таком Грузовом Обязательно Был Первый Штурман Был Второй Штурман Третий Третий Занимался Собранием Вот этих Караванов Первый Штурман Работал Коллективом Второй Штурман Обеспечивал Локшин И Всегда Папина Вашта Была С 10 Вечера До 4 Тра Самая Опасная И у них Всегда Был еще Ролевой Вот А потом Появились Суда Винтовые И Это Во-первых Во-вторых Папа Осваивал Толкач Тоже Это Искусство Большое Кстати Чтобы Фарватер Читать На берегу Стояли Вот такие Своры И на них Вот такие Веселье Я раньше Здоровна Сейчас Забыла Эти Своры Можно было Читать Какой Фарватер Какая Глубина Право Лево Особенно Если Осколь Рядом Вот И еще Вот Папа Освоил Толкач И потом Большое Суда Которые На Каме Уже Их Отдавали В аренду На Волгу Они Назывались Озеро Река И мы Ходили до Астракани По Волгодовскому Каналу Химки Вот Я Это Все Помню И Такие Были У Папы У Папы Был Кабинет Всегда На Сутне Я Хорошо Помню Стол Письменный Папа Любил Аквариум И Была Такая Ниша Суконная Занавеска Там Кровать Это Была Моя Комната А Каюта Капитана Всегда Была Зарубкой Там Душевые Потом Был Коупит Коллективное Питание Обед И Ужин Кухня Была Но Папа Как-то Всегда Организовывал Что У команды Было И Завтрак Так что Почему Вот Вы говорите Плохо Сейчас Кому Очень Много Людей С комплексом Неполноценностей Которые Не Умеют Вот У меня Одна Дама Жена Бывшего Командира Полка Что Летчик Ее Государство Вот Так Обеспечено Да На Самолетах Командив Прилетели Там Где Хотели У родителей Похоронили Ей Предложили Выбирай Квартиру Белгорода Выбрала Квартиру Великолепная Пенсия Большая Дети Бесплатно Военное Училище Закончили Ну Она Ой Я ведь Историк Но Она Не Привыкла Работать Мои Язык У Не Очень Когда Я Приехала Она Как-то Ко Мне Прилетела Ну Я Что Читаю И так Далее Но Вот Эти Вот На Этоже Быдла Я И сказала Извините Людмила Николаевна Я не люблю Когда Людям Так Говорят Аристократ Получается Да Какая Аристократ Аристократ Не позволит Моя Бабушка Аристократ Всегда Была Любезна И Внимательна Никогда Ей бы В голову Не Пришло Так Вот И Значит Снова Это Быдло Это Быдло И Я Рассердила Вся Редко Читая И Сказала А Вы Почему С нами С Быдлом Ты Живете Вы Должны Пустить Вокруг Моей Приятель Ни Дочка У меня В Москве Нагля В гости Приедет Говорю Охрана У них В лифте Кожаная Дивана И Так Далее Она Имеет Высокое Положение Благодаря Своим Заслугам Очень Хорошо Образованный Человек Говорю А Почему С С нами Живете Как Это Можно Говорить О Быдла Я Говорю Когда Вы Говорите Так Какая Вы Некрасивая Злая А Я Просто Сидела Она Ко Мне Подсела И Давай Это Все Излагать Я Говорила Мне Все Нормально Ко Мне Прекрасно Относите Люди С Уважением Это Вы Придумали Себе Я Вот Это Меня Рассердило Это Что За Мода Такая И Вдруг Она Видимо Да И Когда Да Я Самое Главное Сказала Говорю Извините Людмила Николаевна Но У вас Я Профессионально Скажу У вас Комплекс Отсутствие Явного Критического Отношения К себе То есть Оно Не Соответствует Вашему Положению За Мужа Она Получает 40 тысяч Пенсий Бесплатно В любом Вот Как Государство Заботится Это было Лет 20 тому назад Он погиб Значит И где-то В Карелии Что ли На границе Затем Значит Ей оплачивают ЖКХ Она все время Ведет с партии Ездит в военкомат Что еще надо Она не старая Ей 62 года всего Вот таких Людей С комплексом Очень много Но люди Не умеют Спрашивать Себя Поэтому Им не нравится Все И в 90-е Как не стыдно Вы посмотрите Вот здесь Когда меня Дочь Повезла Первый раз Там было Поле А сколько Домов Ну если Ты Хочешь иметь Отдельную Квартиру Ипотеку Делал Значит Ты будешь Работать Я знаю Людей Которые У нас Техническая Женщина Так она Смотришь И снег Разбегает То она Витрины Моет В магазине Она Всегда Кушет Тебя Заработает А когда Сидеть На скамейках Я не сижу С бабушкой Мне Противно Искусить Интересно Очень интересная Женщина Мне Противно Слушать Их Разговоры О чем О деньгах О еде И сегодня Почему Показывать Негритяна В Америке Это Следствие Вот этого Общества Потребления Ну Америка Богаче Поэтому У них Очень много Пособий Много Дают Еды Там Бесплатно Можешь Получать Основное Удовольствие И у нас Сейчас Тоже Вы посмотрите Какие коляски И там Такое Разнообразие Продуктов Но не соответственно Кучу Безкультурья Лень Вот я говорю Леха у нас Средний У меня Внук И мальчик Вообще Из Какой Семьи Бедной Университет Поступил Питерский Общежитие Так Парнишка Шесть лет Учился Практику Провел Его взяли В хорошую команду На севере Он сейчас Зарабатывает А кем Работает Ну я там Должность Не знаю Ну он Кончил Северные Широты А мой Внук Значит Горную Академию Айтишник Он Тоже Ну он На практику Где-то Работал На приисках Не знаю Где там Горная Вот Ну он В армию Сходил А когда С вармию Сходил Пришел В кадры Такого Завода Где делают Моторы Для наших Самолета Кадровики Торог Это скрыли Не более В армию Идут Сейчас Родители Не отпускают Еще Некоторых Вот И Значит И там Вот Такое Мне дочь Говорила Но я забыла Как это называется Собирает Группы Айтишников Они Команды Нет Не команда Это группа Называется Слово Команды Это К другому Виду Относится Там Команды Где-то Где есть Ну Как бы вам Сказать Они живут По Определенному Распорядку А это Группа Вот Собирают Даже Из-за границы Им приходят Заказы Вначале Я говорю Алеша Мерский Разъясни Что такое Он говорит Мы Разрабатываем Алгоритмы На основе Которых Мы разрабатываем Новые программы По заказу Но это же Надо работать И надо быть Грамотным человеком Да Кстати Я очень люблю Казань Рядом С Казанью Вот Очень много Не знают Есть Город Спутник Ну что Даучный Что сделаешь Там такси Без Уже без Водителей Вот Какой уровень Теперь Что как В 90-е Чего в 90-е Ничего не строили Еды не было Пенсии Не было Зарплаты Были Мими Учебное Заведение Многие Закрылись Сейчас Можно Вот как Если бы я была Девочкой Выпускницей Я бы Свою жизнь Как устроила Ну а вот с Украиной Связаны События Война Вот это Военные действия Да Говорят Что я хочу сказать Это Хотя Кстати говоря Политически Все-таки Я работала Тоже С С Пилучичи Все Были В фронтовике Если Это Если вы Украинец Примите Я старая Женщина И я знаю Психологию Во-первых У нас Вот Две Консьержки Я познакомилась Обе Из Донецкой Области Западенки Западных Они называют Я очень хорошо Знаю историю Австрийская Поляки Всю жизнь Хотели Мы все Сусанина Помним И Минина Пожарского Которая Под зад Им Мнишек Которая Стала В Москве Народ Наш Ну это Отдельная Очень Интересная История Нашего Народа Так вот Донбасс Был всегда русский И если бы Вот эти подлецы Бывшие Партийные И Кравченко И еще Если бы они дали Как у нас Автономию Донбасса Буганской И Ничего бы Это не было Ну как у нас Узмурска Автономная Татарстан Башкирия Коми Ну сейчас Ну а все равно Как отдельно Марийская И так далее Та же Чечня Посмотрите Как выросла Дагестан Поднимается Они Автономная Есть область А есть Республика Есть Луганскую И Донецку Ой Это Ну Донецк Дали Они же просили Но Вот это Украинская Часть Населения Националистически Под влиянием Запада Западная Польша И так далее Грудь Распирает От желания Власти И нет Ну посмотрите Какое Извиняюсь Горно Был Ющенко Президент Украины Что это За президент А Порошенко Хоть английский Знает А сейчас Вообще Комик Да Озеленский Комик У него Мозги Работают Так ему Надо было Что сделать Взять И повернуть Власти А вы Считаете Комик Может быть Президент Я Должна Сказать Комик Не комик Но У него Природная Гибкость Ума Это Называется Остроумие Это Характеристика Ума Вот Так Так вот Имея гибкую Характеристику Ума Он должен Был Что Подумать А народ Зачем Выбрал Комика Хотелось Праздника Теперь Порошенко Как заявлял Мы будем Жить А они Будут В подвалах Сидеть Как Может Президент Говорить О своем Народе Такое Вот Я наблюдаю Профессионально За Путиным Я Поражаюсь Я знаю Что такое Психический Процесс Воли Я знаю Что такое Психический Процесс Мышления Вот И Мышление Это Синоним Ум И я Всегда С назначением Смеюсь Он Настолько Астролог А он Астролог Никак Он Знает Литературу Он Знает Историю Он Знает Искусство Шутит Он 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 Военный Еще Ну Это Самое Главное У него Никак ГБшник Нет Погодите Вот Тоже Не знаете Неграмотный С чего А я Однажды К моим Друзьям Из Риги Приехали Родственники И там Была книга Путина И я Ее Прочитала Еще Ну И дополнительно Мальчик Из крестьянской Семьи Потомственной Крестьянской Вот Мать работала Технички На заводе Старший Брат Умер Во время Значит Когда В Димграде Блокада Была Он Вырос Во дворе Как я Росла Во дворе У нас Все Добре Компании Вот Там Дрова Привезли Мы На этих Игровах Вот так Сидели Разговаривали И так далее Парни Какие были Футбольные Мечи Ну Что-то Шили Из кожаных Там Взрослая И набивали Тряпками И пацаны Играли Было Очень много Коллективных Игр Так Жили И были Так Путин Рос По дворе Но Случайно Тренер Пацанов Собрал Занятия Спортивной Борьбой Ну Очевидно И тренер Мы знаем Их Вон И Сам вид спорта Они Формируют Характер Если я Слияла Из позиции Стоя Значит Характер У меня Не тряслись Руки А Многие Предпочитали Из позиции Лежа Вот И Глаза И Главная Рука Тверда Это Характер Вот Потом Он Закончил Сколу Успешно Он Закончил Юридический Факультет А Что такое Юридический Факультет Да Еще Извините Меня Ленинградского Университета Меня Брат Тоже Закончил Юридический Факультет Певского Университета Но Тоже Университет Там Даже Сама Учеба Я Приезжала К нему Вообще Ребята На факультете Были Значит Четвертый Этаж Выносить Ведро Так Они Что Делали Они Становились Придумывали Как Эстафета Кто Вперед Из Ведер Вынес Вот Так Вот Такой Был Народ Вот Он Рос В Этой Среде Это Про Путина Да Потому Что И Я Мой Старший Сын Ему 60 Лет А Факультет Потом У меня 6 Лет Учился Университет На Историческом Факультете И У них Был Театр Студенческий Выступали В Риге В Новосибирске Вы Понимаете Это Люди Образованы Много Не Вот Один А Брат Младший Который На Юридическом Ага Начались Первые Студенческие Отряды Север Терми Они Работали Там В лесах Что-то Потом Целина Человек Вы Увидели Хоть У него Он Когда Нибудь Из себя Вышел Какие Вопросы Ему Задают Это Признаки Культурного Человека И еще Целеустремленного Он Прекрасно Понимает Сколько Гурет Что Он Может Уйти Он Из кожи Лезет Оставить Россию Вы Посмотрите Сколько Молодежи Втягивается Каких Какую Форму Изобрел Вот Этот Городок Сочи Сейчас В России Шесть В Свердловской Области Огромной Вот И сейчас Ну В Подмосковье И везде Строится Вот Шойгу Какой Надежный У них Вот Группа Это Надежный Товарищ Слово А слово Товарищ Ты никогда Не подведешь Говорит У Путина Двойников Много Как вы Думаете Правы Нет Знаете Неграмотных Людей Еще Больше А интернет Для того И рассчитан На дураков На дураков Извините Меня Почему Я читаю Сайты Старухи Почитают Что попало А я читаю Сайты Научных Средиземных Институтов А где Вы Сайты А вы Вы же В интернете Все равно Читаете Слово Интернет Это Не значит Что Социальные Сети Приликивая Своей Жизни Я Пришла К мнению Что Все Тебе Чист Имеете Ввиду Суббой Ну Наверное Потому что Какие-то События Буквальные Это Во-первых Во-вторых Конечно Есть Понятие Души И знаете Я так Много Об астрономии Читала И Еще Я знаю Шекспирную В одном Сочинение Шекспир Писал Так Когда-нибудь В течение Времен Не будет У людей Фамилии А будут Только Имена Как у Богов Что Так Недавно На Олимпе Жили Как Афродиты Гера Аполлон Да Будет Каждый Оценен Замечен И Если Даже Будет Смертен Оставлен Ему Будет Вечен А У нас Так Много Галактика А вдруг Действительно Какими-то Неизвестными Сейчас Нам Измерениями Некварками Там Еще Как-то Образ Человека Может быть Где-то В Галактике Люди Встречаются Мы Тоже Были Другими Чем Наши Папа И Мама И Бабушки Вот И Я Всегда Говорю Надо Уважать Свободу Другого Человека Мужчины Раниме Гораздо Раниме Чем Женщины Кстати Говоря Хотя Многие Думают Что Наоборот Нет И Если Мужчина Любит Он Любит Более Глубоко Более Эмоционально И Так Далее Женщины Любят Но Это Может Быть Истерика Эгогизм Там И Так Далее Вот А Мужчина Чаще Всего Первая Женщина Вечная Женщина Которую Любит Мужчина Это Мать Его Вот Мать Откормила Он Ведь Это Бессознательно И Знаете Вот Так Вот Ну Мало Ли Какое Движение Руки Что То И Вдруг Парень Вырос И Увидел Девчонка Тоже Стыд И Непонятно Почему Он К ней Пошел Первая Я Всегда Студент Своим Говорила Вечная Женщина Которую Любит Мужчина Это Его Мать Не Вздумайте Плох Относиться К матерям Какая бы не была Какая бы не была Это Мать Как бы Вы свекровь Там Любите Не Любите Но Ради Себя Вы делаете Хорошо Мужчина Своим А он Вам Ответит Так Девчонки Молодые Кривляясь Я никогда Не занималась Однажды Мне Моя Приятельница Говорит Наверное У меня брат Идет От жены Поговорите С ней Ой Я так Отказываю Ну ладно Пришли Подружка Там на кухне Была Я вижу Передом Носить Прямая Своевольная Молодая Бобенка Начинает Она Она знала Кому И как Разговаривать А мой То знаете Какой Я все молчу Пока она Говорит А потом Я сказала Я скажу Вам две вещи Первое У мужчины Бывает так Уй ты Какого Сеночка Уй ты Какое Скажи Зачем Тянет Возьми На ручки Меня Маленький Я устал Вот Я сказала Это Молодой Дурочка Я сказала Сегодня Вы говорите А мой У мужчины Может появиться Другая женщина Которая Говорит Да мой Это во-первых Во-вторых Мы рассердились Что-то там Вам не понравилось Все про себя Ну ладно Ну так хорошо С ним Как плохо Без него Вот две Повесь На весе Ну да И окажется Честно Плохо Без него Не так Хорошо Как плохо Это жизнь Конечно Ну правда Ребенок И ведет себя Как Ребенок И ведет себя Как Ребенок Такой же Остается Да Это девочка Мальчик Это вот Настолько Вырастет Так игрушка Игрушечная И сколько Стоит Так Ну А недорогие Ну Вот Семенок Лёг Ну это Немного Да Ой Лёг Посмотрите Сколько Добра Мы увидели Милейшее Существо И нам Всем стало Хорошо А что вы взяли Кстати Можно вопрос Что у меня Жизнь Тяжелая Мне просто Интересно Вы говорите У тебя наверное Жизнь тяжелая Ну Жизнь тяжелая Жизнь тяжелая Вот просто Мне интересно Просто Она Лёгкая Она Она Самая Главная В Дай Жизнь Причем Критически Честно Сказать Но вы Еще Молодой Еще Клама У меня 40 лет Я поняла Слава В сентябре Дело в том Что У вас Получится Полюбить Еще Женщин Это Не важно Сколько Ей будет Лет Но Не юную Лучше Чтоб Была Подруга И друг Но Вы Должны Себе Сказать Я Умею Любить Вы Можете Перед тем Как засыпать Сказать Я же Умею Любить Я могу Много Я Всех Людей Люблю В принципе Нет Но Любить Я имею Ввиду И Женщину Другая Любовь Разное богатство Репетиторство Репетитор У вас Хотел Ставить У нас Деньги Нам Не текут Рекой Я Из всех Из них Более Легко Зарабатываю У меня Пенсия Дело Дело В том Что За Мои Заслуги У меня Есть Более Мейная Пенсия В сравнении С другими Стариками Такая Женщина Шикарная Умная У вас Тоже Жизнь Непростая Нелегкая Конечно И не Была Кстати Нелегкая Вы Не Вы 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 Потому Что Жизнь Такая Я Училась Мудрости Три Года Назад У меня Спать И не Встал У него Была На реке Камья Бригада Они Строили Для рыбаков Какие-то Там Постройки Вечером Лег Ничто Не Предвещало Он Такой Высокий Сильный Кстати Говоря Хорошо Писал Речь У него Хорошая Не Пьющий Да Ну Я Думаю Что Такой Кьянки Не Было Обычная Жизнь Уже Как Большинство Дело В том Что Вот 90 Вы Говорили Ага Значит Кончил Школу Поступить В институт Было Трудо Но Он Кончил Техником Работал На радиозаводе У нас Большим Спорщиком Пошел В армию Служил В Германии Начальником Радиостанции И Хорошо Что Он Написал Мама Ты Не Можешь Послать Какую-то Сумму Наш Старшина В отпуск Поедет Я послала И вдруг Восточную Германию Объединяют Западную И их Пять или Шесть Тысяч Он говорит Около Берлина Построили Как зэков Перекличка Ну Хорошо Что У него Были Деньги И Он Смог Купить Билет На Самолет До Бориса Глеб Тогда Ехал А дальше На поезде Кондуктор Кормили Он Приехал Уже В декабре Ой В декабре В июне Они В конце июня Они Раньше Демобилизация Была И ехал Чужие люди Кормили Но Он Приехал Что-то Он Немножко Совсем Отдыхал Поступил В институт В начале На вечернее Я его говорю Давай Все-таки Два года Он работал Учился А потом Перелез На дневное Евгений Мне было Очень приятно С вами пообщаться Встретимся Еще До свидания